Всем салют и добро пожаловать на прохождение игры Валли и Долина. С вами, как всегда, Андрей Децент и мы попали на какую-то заброшенную фабрику. Давайте посмотрим, какие секреты она хранит. И что же здесь, собственно, были за исследования, которые проводились над семенами жизни. Вроде так они называются. Это странные порождения этой мистической и невероятно интересной долины. Никаких шаров поблизости. Энергия из ячеек этих хранилищ поможет установить ваши резервы. Понятно. То есть смотрите, какая хрень у нас получается. Энергии здесь нет. Духи леса сюда не попадают и нам нужно беречь ее, иначе энергия кончится. И нам придется здесь не сладко. Ну где будем устанавливать? Вот здесь, сюда. А, во, давай, 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 поглощай. Все. Ну, хотя бы так, поглотили. А вот тут нужно запитать. Вы вошли в зону фабрики. Пожалуйста, пройдите идентификацию, проверку. Весь персонал должен быть проверен. Несовпадение и какие-нибудь неприятности, это будет на вашей совести, в общем. А что так скрипит все? И вы гляньте, что-то здесь следы крови, знаете ли. Что так начиналось в этой игре? Мол, красиво все исследуем. И на тебе, что-то как-то здесь жутковато немного становится. У нас апгрейд! Ребята, у нас апгрейд! Это мы получили полное усиление. Я отдал все, отдал все, чтобы быть искателем пути, но здесь нет другого пути. Я потерял что-то 60 этих каких-то вещей. Это не должно было случиться слишком плохо. Как бы все. От стражника какого-то. Что-то она печаленная какой-то. Внутри этой фабрики мы были окружены какими-то отходами амрита из топлива, которые извлекались из долины. Мы были изолированы от эффектов квантовой смерти. Я был удивлен, когда очень многие мертвые начали окружать меня. Слушайте, что такое? Получается, мы здесь можем и не возродиться, если сдохнем. А это хреново, ребята. Тут вот так вот все у нас как-то круто заворачивается. Ну-ка, давайте-ка подберем. Что-то я подобрал. Я как бы все данные собираю. Сентябрь 17. Меня зовут Эндрю Фишер. Ведущий физик и глава проекта Пиндулума. Пиндулума это исследование и развитие проекта под руководством армии и инженерами для создания оружия массоуничтожения, которое придет к концу войны и сдачи наших врагов. Супероружие, подумал наш главный герой. Тут есть шпионы какие-то из проекта Манхэттена. И какой-то там Роберт Оппенхаймер, ведущий Пиндулум, был найден и должен быть засекречен. Солдаты всех жизней, вся раса должна выиграть в этой войне. И все должно восстать что-то во имя Пиндулума. В общем, смотрите, какая у нас хрень-то получается. Опять, опять все на военные разработки пустили. Такое чудесное место, где можно сказать... Смерть и жизнь сосисствуют бок о бок, самое что ни на есть. И если все делать правильно, то никто не умирает. По сути, шаг к бессмертию. Но, как обычно, все решили превратить в создание для... Военного супероружия. Да, куда мир катится? Ладно, давайте-ка посмотрим, куда мы можем еще пойти. Тут у нас закрыто, естественно. Тут мы взяли эти... Ну-ка, я что-нибудь могу здесь вообще сделать? А я ни хрена ничего не могу сделать. Ребят, ну что за хрень? Может быть, хотя бы как-то здесь у меня что-то получится. Ну, эти вот записки, ну и чё, ну и хрен с ними. А-а-а, стойте. Запитаем. Вот, тут же энергия. Ага, то есть мы вот это вот запитали. Но чё-то здесь недобрым пахнет. Прямо, знаете ли, кровища, разруха. Сдаётся мне кто-то этих наших ребят тут, предыдущих исследователей, военных парней. Кто-то их поубирал. Тут вы гляньте, сколько документов. Ну чё, давайте запитаем. Ничего себе тут у нас архивчик какой, а? Мы тут заблудимся, пока тут всё перечитаем. Ну, я думаю, есть смысл пробежаться по основным моментам. Может быть, чё-нибудь да и найдётся. Но так мы долго здесь будем бегать, если всё это осматривать, друзья. Мы тут просто-напросто охренеем. Шкафчик. Ух ты! Аккуратнее. Есть! Здорово. Фу, пронесло. Вот сейчас самое, что ни на есть пронесло. Вот эти твари, кстати, они опасны. Они сильнее, чем эти фиолетовые. Фиолетовый рой. Хотя бы потому, что у них урон гораздо больше. И на них нужно тратить больше выстрелов. Это хреново, ребят. Это очень хреново. Чё-то у меня какой-то звук был, как будто я там что-то услышал и прозрел. Ну-ка, погодите, давайте-ка посмотрим. Может быть, мы здесь что-нибудь найдём всё-таки. Я бы не отказался от какого-нибудь классного, обалденного супер улучшения. Посидимся тут ни хрена и нет, да? Ох ты! То есть мы можем зайти сюда, пробежать вот так вот. И выйти где-то здесь. Какой-то совет и Нази обнаружили локацию Пиндулума и внешнее влияние с мира. Согласно проекту Манхэттен, небольшая часть Пиндулума будет использована как альтернативный источник энергии. Я пришёл, привёл к свету этот, и там какая-то чума была. И решили этот Пиндулум присвоить правительству. Все, кто знал о Пиндулуме, здесь они... Есть какой-то... Всё находится под покровом секретности, информация. Сюда заходят, но не уходят. И если все, кто и знают о Пиндулуме, то они знают, что он не существует. И эта долина тоже как бы не существует. Ё-моё, однако... Круто у нас всё получается. Сплошная секретность. Ну, в общем, ясно. Я как бы это дело тут просто выкачал энергию. Это дополнительная локация, условно говоря, где мы можем хотя бы восполнить наши энергетические потери. Ну и чё мне, как мне вот сюда вот попасть-то, а? Ребя... А, о! Э! Как? Как мне попасть-то туда, ё-моё, это вы гляньте? Там же... Там же этот... А может быть я разгонюсь? И вышибу нахер эту дверь? Нет, нифига. Обдричится наш главный герой, если будет ломать. А ну-ка дай-ка я ещё раз. И... Так. Не, нифига. Но ведь где-то же должна быть брешь. Во. Не, это херня полная. Слушайте, я здесь заперт оказался. Ладно, хотя бы здесь энергия восстанавливается. Хоть это радует. Но всё равно как-то это всё тревожно. Может быть... Слушайте, что-то меня сейчас такая идея посетила. А что если я его... Перегружу? Нет, перегружать его не получится. Ага. Ну типа я вернулся. А что там делать дальше? Хрен его знает. Ну давайте активируем последний этот. Хотя можно, знаете, чё ещё? Погодите. Можно на полке забраться. Давай-ка, давай-ка, давай-ка. Есть. Вот мы как бы забрались. А чё здесь? А хрен его знает. Походу здесь всё ни хрена и нету, да? Ну вот как бы если только там. Но нет, там тоже всё пусто. Ах. Да. Делать здесь, я думаю, больше нечего. Здесь тоже пусто. Это вообще не пойми куда ведёт. Но это вообще через стенку находится. Ладно. Давайте тогда мы пойдём. И попробуем попасть вот в эту вот охраняемую какую-то зону. Только сначала надо, знаете, чё ещё, я думаю? Запустить энергию. Ага, так она-то и работает. Ха, забавно. Ну ладно. Давай-ка. Всё, восполнили. Наши резервы. А что за звуки какие-то? Как будто кто-то наливает кому-то. Там уже отмечают что-ли походу, да? Погодите, так дело не пойдёт. Мне надо это как-то открыть, а я чё-то не вижу, что мне надо сделать. Погодите, по-моему, тут была одна установка, которую надо тоже было активировать. А я её не активировал. Что там у нас, аксесс? Доступ. Какой-то доступ. У меня что-то такое чувство, что... О! Ящик. Во, медальон взяли. Здорово. Но всё равно этого мало. Этого очень мало. А вот можно, смотрите, сюда как-то попасть. Куда-то это всё ведёт. Ну-ка. А-а-а. Так вот. Ух ты, сколько я шишек сразу собрал. Ничего себе. Ничего себе. Здорово. Это надо было просто с другой стороны зайти и всё, и не париться. Скорее всего, нам, знаете, что нам, наверное, сюда надо. Я думаю, так. Ну-ка, давайте-ка зайдём и посмотрим. Может быть, здесь реально выход где-нибудь. По-моему, что-то тут должно быть. Не может быть всё вот так вот. А, во! Смотрите, я-то и забыл про эти штуки. Я про них забываю. Периодически. И за это как-то приходится платить временем. Ну-ка. Тут у нас ничего. Ну, давай сюда тогда. Блин, об стенку бы не разбиться. Господи, что это сейчас было? Куда-то спускаемся. Куда спускаемся. Что ещё? Ой, вы гляньте. Тут как-то всё в кровавых тонах каких-то. Эти штуки все поломаны. И мне от этого не по себе. Слушайте, тут кто-то шуршит. Меня это не радует. Вообще не радует. Блин, мы куда вышли? Ух ты, ёлки палки. Это что ещё за хренатень? Опа-на. Добро пожаловать на исследовательскую станцию Пиндулум. Весь персонал должен доложиться об охране, что... Охране, что всё чисто. Конечно. Что у нас тут? Я наконец-то увидел одну из этих сфер в дикой природе, когда покидал в конце дня. Это было что-то. Я даже не знаю, как долго всё это длилось. Короче, ясно. Тут что-то какие-то с ума пишут. Сходит. Ой, что это такое? Сейчас как будто, знаете ли, да? Как-то всё это мутным становится. Эта сила в реакторах продуцирует невероятное количество этой энергии. Я приказал генераторы использовать как источник временной энергии для фабрики. Блэкаут скоро должен закончиться. Ладно. Давайте-ка подберём. Угу. То есть офигеть. То есть эта энергия ещё и сама производится. Ничего себе вы тут технологии создали. Во. Нам лучше закончить с этим проектом. Потому что какие-то паки прибывают всё больше и больше в месяц всяких там левых. И изоляционная политика, как бы, пилоты знают, что об этой операции, обо всём, в локации, там что-то с пайками, со снабжением проблемы. Я думаю, они говорят о каких-то небольших операциях. Не удивлюсь, если Фишер станет безумным со временем. Статую какая-то. Ну, это статуя человека, блин, но издалека реально какой-то монстр кажется. Деидрический бог какой-нибудь. О, ещё ящик. Так. Здорово. Мы нашли усилитель. Чем больше будем собирать усилителей, тем больше будет наш запас энергии. Ну, разве это не здорово, друзья? Я думаю, это очень хорошо. Ну, давайте будем смотреть, что у нас тут. Куда это всё привёт в конечном итоге? Вот вопрос. Ещё записка. Что у нас тут? Господи, стараемся держать всё это в секрете, всё это операцию. Но это абсолютный кошмар какой-то. Между координатами сброса и находками, каналами ресурсов и людскими силами создаёт тысячи призраков в левых офисах для операции в правительстве. В общем, как бы, в двух словах тут написано о том, что всячески пытаются прикрыть всё это дело. Секреты, охраняемая зона на планете. И нет никакого шанса, что нас здесь никто не дойдёт. В реальном мире, то есть как бы в остальном, там левых людей создают чисто на бумаге. И всё это дело прикрывают. Да. Ну, ладно. Давайте тогда смотреть, что у нас тут. Сундук. Погодите. Сундук, сундук. Так, это мы подбираем. Что у нас тут? Тут у нас... Я начинаю думать, что жизнь — это опыт, который как бы даётся квантовой смертью. Мы, мои ингредиенты ещё не так что-то хороши. Там какой-то карбон, кальциум, гидроген и так далее. Всё это вместе какая-то энергия. Но что конкретно делает меня? Вот именно меня. Я полагаю, ничего. Хаотическое сочетание какой-то во всей Вселенной воды. И когда я умираю, она просто возвращается обратно как бы в космос. Разве мы не являемся воплощением как бы Вселенной? Не представляем ли её часть? Да, хорошими вопросами задаются по части жизни и смерти. Интересно. Я приказал патрулировать фабрику сегодня снова. Кругами мы ходили и три раза смотрели по комнатам. Какие-то учёные каждое время были. Одна там из них улыбилась всё время. Надеюсь, она меня не испугает. Охереть я перевёл. Что-то бред какой-то она улыбалась. Надеюсь, она меня не испугает. Ой, ужас, а. Что за перевод? Ладно. Ну-ка, давайте-ка возьмём. Да. Ох ты! Всё. Где-то там. Господи, мухи! Есть! Всё! Фу! Кажется, пронесло, да? Угу. Энергию восполним. Здоровски. Так какого хрена здесь вообще случилось? Если так тут всё шито-крыто было, почему здесь всё так заброшено? Куда все делись? Вот вопрос. Это ещё тот вопрос. Энергия шаров здесь вырастает, а не ключ ко всей этой долине. Пиндулом какую-то магнитуду энергии с этих шаров и внутри наблюдает. Не знаю, это то, зачем ли мы пришли, но они ключ к окончанию войны. Есть какая-то вот эта вот энергия Амрита с этих шаров, и они её как-то освобождают. Возможно, смогут сделать как-то атомную бомбу, которую можно будет создать здесь. Ну, так-то, если прикинуть, представляете, да, такая вот энергия, она же загадочная и способная как бы возвращать к жизни. Это невероятный чартовский мощный источник энергии. Представляете, что за бомба может получиться? Охереть. Если она может... Эта бомба может либо дать жизнь всей планете, либо забрать её. Стражники ночью видели и докладывали о светящихся больших существах. Похожие из них некоторые какие-то небольшие. Мы заперты здесь и, наконец-то, хочем выбраться. Во всяком случае, нам нужна полная психологическая разгрузка для всего персоналу в недалёком будущем. Кошмары уже. Доклады об активности какие-то наблюдаются недалеко. Это место... чудное какое-то. Ну ладно, хер с вами. Давайте будем смотреть, что у нас тут ещё есть. Ну, энергию восполнили. Как бы это всё здорово. Но, может быть, мы что-нибудь ещё найдём? Весь персонал ожидает, что будем работать часами для производства. Если вы верите, что вы сможете исполнить свой долг, пожалуйста, доложитесь своему супервайзеру немедленно. Угу. Ещё ящик. Давайте подберём. О, усилитель. Очень хорошо. Мы так скоро очень много энергии соберём. Но чё-то меня пугают эти отчёты о каких-то странных существах. Что у нас здесь? Большое скопление какое-то чё-то... А-а-а... В Северной Америке близится конец плейстоценового периода был. Интересно. Эпицентр всего вымирания как-то находился в локации долины. Возможно, зона 634 как-нибудь связана с этим? Зона 634, кстати, это наша долина. Мм. Интересно. Какого хрена здесь творится? Ну-ка. Что у нас тут? Пожалуйста. Что-то там. Отходы из офиса удаляйте немедленно. Спускайте их ниже. нам как бы требуется... Ой-ёй-ёй. Что за нахер? Лампочка лопнула. Чё-то попахивает хоррором. Они говорили мне, что построили здесь альтернативную фабрику с альтернативным источником энергии. Но это немного. Продавец позволил чё-то здесь какую-то работу делать. Они всё делали в темноте и заставляли нас сфокусироваться на единичном задании. Чтобы... А сами как бы занимались большой картиной всего целого происходящее. Что они спрятали от нас? Вопрос подберём. Блина. Улучшение. Скоро будет. Есть эффект от этой всей политики изоляции про проект оружия. Я всё ещё многого не знаю, но я надеюсь найти больше и узнать больше. Я просто хочу сказать своей семье, что вернусь домой. И хочу им сказать, что со мной всё в порядке. Но судя по тому, что здесь мы видим, по всей видимости, чувак не вернулся, да? Чё-то здесь... Слушайте, как будто тут кто-то постоянно наблюдает за нами. Мне это не нравится. Мне это совсем не нравится. Чё-то это всё как-то даже не к добру. Ну давайте будем двигаться. Посмотрим, что у нас здесь. Я... Я не могу поверить. Я почти потерял всё это. Это открытие всей жизни. Не. Это не только 20 века. Я нашёл кота Шрёдингера. Это за грани моего понимания. Результаты реакции между энергией Амриты и жизненной силой Искателя Пути это опыт, который я называю квантовой смертью. Когда Искатель Пути умирает, они попадают в новую реальность разоружёнными. И они обретают какое-то квантовое бессмертие. Ничего себе. Они просто обалдели. Так, запускаем. Ага. Слушайте, такое чувство, что мы здесь не одни ходим. Ей богу. Что-то тут не так. Что-то мне это всё не нравится. Ребята, ох, как не нравится. Совсем не нравится. кровище повсюду. Они, видимо, прям как сидели ели, так и ласты склеили здесь, да? Как бы предлагают туда попасть. Ну-ка, погодите, давайте-ка посмотрим, может быть мы... О, ящик. Восстановили энергию, это как бы здорово. Что такое? Мне показалась энергия. Запускай. Опа-на, там что-то мы открыли. по всей димости мухи. Эх ты. Ух. Пронесло. Во, давайте, ребята, обдайте меня этой энергией. Что такое? Там что-то светится. Ну-ка, стойте. Ага, потерянные корабли. Видимо, так называлась у вас забегаловка здесь. Давайте посмотрим, что у нас на втором этаже. Угу. У нас здесь генератор энергии. это все очень здоровски. Тогда возникает вопрос, а что же здесь? Что у нас находится здесь? Тут тоже еще один генератор энергии. Это все круто. Но что-то их тут больно многовато. Не кажется ли? Я бы даже сказал слишком. Что такое? Я психологическая что-то помощь. Там была 634-й зоне. Мы сломались некоторые. Некоторые вернулись домой к семьям. Некоторые работали часами до истечения их моральной стойкости. Но по крайней мере большинство все еще ментально стабильны. Проект ведет Эндрю Фишер. Который как бы для меня там что-то делает. Ладно. Давайте-ка будем теперь двигаться в открытую зону. Может быть там что-нибудь найдется. я не знаю. Во всяком случае тут все так забито и заброшено мы в туалет попали. Охренеть просто. Угодили в саму задницу. Костюм может обеспечить чем-то пиндулом. Способность манипулировать жизнью и смертью. Использовать руку бога и навыки способности воскрешать мертвого. все благодаря энергиям Рита которая содержится в сферах долины. Можем ли мы создать совершенного солдата? Марк 2 был успешен как новая волна данных моделей. Но смотрите что-то скрытое. Эдвин сделал там что-то короче личная переписка идет Эдвина что-то он говорит про свои там находки о романтических отношениях между персоналами там про девушку короче херню всякую что-то несет вообще не по теме. Ну давайте вот сюда активировали Ох ты тут еще и телек показывается Вот что может делать искатель пути он может прыгать бежать быстро взять жизни может умереть может дать жизни да ну короче понятно тут в общем то кто какой-то втирает который мы уже и так знаем ну ка давай ка чтобы создавать бомбы мы используем семя жизни в реакторе который находится глубоко под фабрикой и с этой энергией со сферами в долине мы сможем пропустить энергию через семя жизни и достигнуть новых уровней взрыв может создать невероятный какой-то фантом и наш главный герой в этот момент подумал подземные реакторы то есть под этой фабрикой что-то есть забавненько однако получается то есть у нас тут много чего интересного другие ученые говорили об атомах я говорил им не доверять всему они сказали попросили меня уйти да выпендривался мой ученый все то есть здесь у нас по большей части ничего такого и нету здоровски ну ладно друзья думаю тогда давайте здесь мы на этом закончим и продолжим уже как обычно все в следующих сериях я с вами прощаюсь с вами как всегда был андрей доцент не забывайте подписываться если вы все еще не подписаны и если вам понравилось данное прохождение то можете поставить пальчик вверх мне будет очень приятно а также если вас интересуют другие прохождения на моем канале то в описании под видео есть ссылочки с плейлистами рекомендую к просмотру а также не забывайте заходить в группу вк все ссылочки снизу в описании под видео все друзья всем пока